Добрый вечер, в эфире Вести, Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня в Пятигорске состоялась рабочая встреча полпреда СКФО Юрия Чайки и главы Крачево-Черкесии Рашида Тимрезова. Обсуждались вопросы, касающиеся социально-экономического и общественно-политического развития субъекта. Рашид Тимрезов рассказал об исполнении на территории республики поручений президента России по вопросам оказания поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации членам их семей. Также сегодня Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с вновь избранным мэром Крачевского городского округа Маратом Урусовым, за кандидатуру которого проголосовали единогласно депутаты Думы Крачевска. Рашид Тимрезов поздравил мэра с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в работе на благо жителей города и всей республики. Он обозначил перед новым городоначальником задачи на ближайшую и среднесрочную перспективу, касающиеся экономического и социального развития территорий округа, а также благоустройства населенных пунктов. Глава региона подчеркнул, что одним из важных направлений развития Крачевского городского округа является его инвестиционная привлекательность и над этим необходимо работать. Рашид Тимрезов поручил представить концепцию развития центральной части Крачевска. Глава региона поручил мэру лично контролировать завершение строительства этих социально значимых объектов. В Черкесске возбуждено уголовное дело о попытке сбыта наркотических средств в крупном размере. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Черкесску совместно с коллегами из УФСБ по Крачевске в рамках операции МАК задержали 24-летнего местного жителя. У него в ходе досмотра обнаружены изъяты два свертка с порошкообразным веществом. Согласно исследованию, вещество является героином. Молодой человек пояснил, что наркотик принадлежит ему и предназначался для дальнейшего сбыта бесконтактным способом. В ходе дальнейших мероприятий по месту жительства подозреваемого изъят аналогичный сверток, который направлен на исследование. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан. Расследование продолжается. Как развивается кролиководческая отрасль в Крачево-Черкесии? Наиболее популярны кролики-великаны. Они покоряют сердца как детей, так и взрослых. Азамат Шавгенов из Аула Псыш не предполагал, что от обычной породы перейдет к разведению породистых. Теперь его любимое занятие перешло в разряд профессиональных. С чудесными гигантами-ушастиками познакомилась и Альбина Ламкова. Интервью нам, да? И любопытно. Ой, играется. Играясь, да? Да. Как ты знаешь, с характером. Они у вас все с характером? Не все. Несмотря на свой большой размер, крольчиха породы Ризин еще маленькая. У нее много энергии, она любит поиграть и при этом не забывает поесть и поспать, говорит Азамат Шавгенов. Еще он добавил, что у кроликов этой породы добрый покладистый характер. Их разведением Азамат занимается 14 лет, но порода Ризин у него не так давно. Я начинал с простых кроликов. А сколько у вас сейчас кроликов? Сейчас где-то голов 200, наверное. Вот именно гигантских сколько у вас кроликов? Ну, гигантских, например, у меня вот этот цвет, вот этот Агути называется, вот этот цвет сейчас у меня 12 линий. На сегодняшний день столько линий ни у кого нет. Кролики Ризин привлекли внимание Азамата Шавгенова своими крупными габаритами и массивным телосложением. У этого великана вкусное диетическое мясо и качественный мех разных расцветов, говорит заводчик. Кролики приносят не только доход, но и радость. Одно удовольствие любоваться ими, говорит Азамат. Домашние животные неуклюжие и неповоротливые. Поэтому держать их лучше в просторных клетках, которые и построил для них заводчик. А чтобы кролики не болели, оставались активными и плодовитыми, за ними важно правильно ухаживать. Мягкой подстилки, если не будет, они лапы отбивают. Их на сетку сажать нельзя. И сухо должно быть. Если будет там мокро, они могут заболеть, чихать. Именно вот эта порода самая тяжелая из всех кроликов по разведению. Этот кролик очень капризный. Длина кролика 65-80 сантиметров. Вес взрослых особей может достигать и больше 10 килограммов. Азамат познакомил нас с одним из своих тяжеловесов по кличке Боцман. Питомец весит 10 килограммов 200 грамм. Тяжелый, действительно. Это много считается, да? Они плохо работают, когда слишком много набирают. Он работает, но все равно для него много. Устает быстро. В середине сентября Азамат Шовгенов представил своих пушистых животных на выставке. И не зря вернулись домой с призами. Знакомьтесь с лучшим кроликом выставки. Это его кубок. За первое место на недавне прошедшей выставке Юга России он набрал 98,5 баллов. Ему еще 7 месяцев. Он маленький. И в отличие от своих братцев-кроликов, очень приветлив он еще будет расти и давать хорошее потомство. Кличка самого доброго ушастика Танк. Прозвище получил не зря. Характер полностью соответствует кличке, говорит Азамат. Он четко выполняет все команды. Не достался высший балл из-за преждевременной линьки. Видимо, переезд казался, признается заводчик. Второе место также получил кролик Азамата, но уже другой породы. Евро-Шеншила называется. У них должны быть уши маленькие. У них шерсть очень хорошая. Он тоже участвовал в выставке. Второе место. Это 97,5 баллов. Планов по разведению кроликов у Азамата Шовгенова много. Первым пунктом стоит дальнейшее благоустройство вольеров, чтобы животные росли здоровыми и хорошо размножались. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Абадинский район. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами дождь, ночью в горах с мокрым снегом, ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем в горах будут порывы до 11-14. Температура ночью 4-9, в горах минус 2, плюс 3. А днем 8-13 градусов тепла и местами до плюс 7. В Черкесии небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-9, а днем 10-12 градусов тепла. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Продолжаем выпуск. Десятилетие отпраздновала Либердуковская школа. К празднику готовились все от мала до велика. С торжества репортаж Альбина Ламковой. Общеобразовательная вторая школа аула Либердуковский была открыта в октябре 2012 года. Она рассчитана на 264 учащегося. Сейчас в ней обучается 223 человека. Школа хоть и молодая, но дата значимая. За этот период много важных событий пережито. Это годы труда, радость побед, череда поколений. Красивые и добрые традиции, которые школа будет с каждым годом укреплять. За эти 10 лет в центре всех событий была директор школы Сусана Кутова. На нее всегда была возложена самая большая ответственность в решении многих проблем. Хотя у нас молодая школа, я могу похвалиться тем, что у нас уже хорошие результаты. За эти 20 лет мы выпустили 20 медалистов. А наши выпускники поступают в самые престижные учебные заведения. Кто-то из них тоже будет возвращаться в нашу школу. Я очень горжусь тем, что два ученика, бывших наших ученика, вернулись в нашу школу. Один из них – Мурат Лемахов. Он преподает физическую культуру. Коллектив очень хороший. Все мои учителя бывшие и работаю с ними, очень хорошо приняли. Мне нравится работать учителем в родной школе, где я учился. Научить детей спорту, любви к спорту, чтобы дети знали, что такое спорт, здоровый образ жизни. В юбилей школы для всех гостей была организована концертная программа. Рассказали об успехах и достижениях педагогического коллектива, учащихся за эти 10 лет. Юбилярам желали добавить в свою историю еще множество славных страниц – педагогам успешного творчества, а детям блестящих перспектив. Специально к празднику школы изготовили фотозону. Ее установили в фойе. Здесь же расположили фотогалерею, отражающую жизнь школы за 10 лет. Тут же организовали выставку работ учеников, посещающих художественные кружки. Для того, чтобы научить детей росписи по дереву, по пьемаше, лепке из глины не только, пригласили педагогов дополнительного образования Центра творчества детей и подростков из аула Хабез. У нас художественное прикладное творчество, декоративное художественное прикладное творчество у нас. У нас, как вы видите, у нас представлены многообразные темы. Впереди у педагогического коллектива еще больше планов. Ну а то, насколько они их воплотят в жизнь, поделятся в другой раз, на следующем юбилее. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карчаево-Черкесия, Хабезский район. В Черкесске проходят творческие мастерские «Новое передвижничество ведущих деятелей культуры». Мастер-класс по живописи прошел в Центре выявления развития одаренных детей. Сергей Чернышов, художник, преподаватель школы акварели Сергея Андреяки, дал мастер-класс юным художникам Карачаево-Черкесии. Цель проведения проекта – повышение уровня специалистов в сфере культуры, а также укрепление образовательного пространства России. Ребята слушали педагога и его ценные советы с большим интересом. На мастер-класс к именитому художнику попали самые лучшие ученики по живописи. Все они получили бесценный опыт и неизгладимое впечатление от общения с профессионалом Сергеем Чернышовым. Сегодня в Центре по выявлению поддержки и развитию талантов и способностей у детей и молодежи Карачаево-Черкесской республики начинаются интенсивные профильные смены. Сегодня мы встречаем известных людей России. К нам сегодня на интенсивные курсы по фортепиано приезжает Юрий Александрович Богданов, это преподаватель Российской Академии имени Гнесиных. И приезжает к нам член Союза художников Российской Федерации Сергей Георгиевич Чернышов, чему мы очень рады. Кажется, это очень занимательно, интересно, очень хорошо, что дает возможность нам научиться многому. То есть не всегда у всех есть возможности, а тут предоставляет нам эту возможность. В Карачаевске прошел открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2005-2010 годов рождения, посвященный 60-летию образования органов предварительного следствия МВД России. Подробнее о соревнованиях Алихан Лепшоков. В состязании стойкости и ловкости открытый турнир по вольной борьбе собрал юных борцов из всех районов Карачаева Черкесии. Открывая спортивные мероприятия, мэр Карачаевска Марат Урусов отметил важность проведения таких соревнований, так как они способствуют патриотическому воспитанию молодежи. В свою очередь тренер борцов подчеркнули, что это даст возможность спортсменам обменяться опытом. Эти соревнования объединяют ребят, то есть они узнают друг друга, они общаются с друг другом, они как бы друг у друга перенимают опыт, вот, и популяризация вида спорта, то есть в вольной борьбе. Больше ребят будут заниматься этим видом спорта и самое главное, что зрители, родители видят, что это вид очень интересный, красивый. В турнире участвовало около 200 юных спортсменов. Его посвятили 60-летию образования органов предварительного следствия МВД России. Данная структура появилась в 1963 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Именитые спортсмены, открывая турнир, пожелали юным борцам успехов в достижении новых вершин. Вольная борьба – это один из красивейших видов спорта. Вольную борьбу любят во всем мире и в Карачаевске особенно. Каждое соревнование в городе Карачаевске по вольной борьбе, по борьбе тут уж – это настоящий праздник. Это самый большой праздник, который любят наши земляки. И сегодня не исключение. Я очень рад сегодня видеть тех тренеров, которые еще в моем юношестве ездили со мной на соревнования. В итоге большее количество золотых медалей завоевали борцы из Карачаевска, а на втором месте спортсмены из Хабетского района. Али Халебшоков, Зумрад Халкечева, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Это все Вести, а прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Художник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова